Сегодня речь идет о характерном танце. Это очень важная часть классического русского балетного наследия. Вообще в 19 веке баланс классического танца, танца на пуанте, который был принадлежностью героев возвышенных, романтических, существ иного мира, танца характерного, который принадлежал героям земным и фантомима, который рассказывал сюжет. Вот этот баланс был очень важен. В советские времена были многие хореографы, которые прекрасно знали этот жанр и оставили классический образц этого жанра. Такие имена, как Сослав Захаров, Василий Войнонов, Нина Анисимова и многие-многие другие действительно оставили шедевр характерного танца. Это, конечно, народно-сценический танец, жанр, который был создан во второй половине 19 века, когда гастролировали, например, польские трупы с огромным успехом. И мазурки, траковяки, полонезы, все вот эти танцы имели огромную популярность. Танцевали в салонах и, конечно, на сцене императорских театров. Когда звучит музыка Глинки на польском балу в опере «Иван Сусанин», это что-то особенное. Это другой ритм сердца. Это ты должен выплеснуть не только, как говорится, профессиональный свой танец, но еще и эмоции, что отнимает, поверьте, гораздо больше сил, чем физические усилия. Особенно важно, конечно, отношение партнеров между собой, потому что, видя эти глаза, видя это отношение, обхождение, ну, без этого, по-моему, и вообще невозможен характерный танец. Есть московская манера, есть петербургская манера исполнения и польских, и мемберских, и испанских танцев, которые немного имеют общего с настоящими фольклорными танцами. Я думаю, что эти танцы были действительно связаны с танцами бытовыми, с тем, что было модно. КОНЕЦ Этот жанр уходит, к сожалению. Есть мастера, есть педагоги, есть танцовщики, танцовщицы. В Большом театре это Юлиана Мухасянц, которая и репетируется с вами учениками, у нее достаточно много, и выступает на сцене, она незаменимая цыганка в Бум-Кихоте. Я думаю, что пока есть такие энтузиасты этого жанра, конечно, характерный танец будет жить, и эта традиция не умрет. Здесь должен быть просто такой кураж, мощный, мощный кураж. Раз, два, три, раз, раз, не зажимай рот, не зажимай рот, да, вот, а глаза не откройте. Когда ты этому жанру отдаешь всю свою творческую жизнь, то, безусловно, ты относишься к нему очень трепетно. Артисты Большого театра это самые звездные, самые яркие имена, работающие в этом амплуа. И очень приятно, когда сейчас на гастролях, например, в Лондоне или в Америке, не только балетоманы и критика, а очень широкий круг людей может вдруг озвучить фамилии самых известных характерных танцовщиков за последние 50 лет. И когда мы говорим о том, что, да, Москва славна плеядой звезд, и продолжить эту плеяду – большая честь, мы не должны забывать о том, что в 40-е и 50-е годы были блистательные столпы характерного танца, такие фамилии, как Корень. Сангуй. Звягина, Галетка, Капустина, Варламова продолживают ряд, Тимачевы, Цех. В дальнейшем у нас появились такие звездные фамилии, как Холина. Касапкина, Валиева, Радченко. Генгерский танец исполнили Атмеса Валиева и Сергея Радченко. Моя вот задача на сегодняшний день, чтобы этот ряд, он продолжался. Чтобы и дальше, и дальше приходили новые имена, которые в дальнейшем состоят звезды. Мы сейчас репетируем партию Мельника из балета Месси на треуголке. Мне очень было интересно в первый раз попробовать, я никогда до этого не танцевал, испанскую фаруху. Эти движения испанские характерные, такие, с точками, с какими-то своими приемами, очень интересно, как-то я чувствую их. Колонны очень темпераментные, очень яркие, не очень сильный жест. Очень такой, я бы сказала, мужской жест, что немаловажно в нашем амплуау. Аня Дропова Это ученица, которая постепенно получила из моих рук весь мой репертуар. Вот здесь вот еще, знаешь, чего не хватает? Сейчас, вот, встала хорошо, встала хорошо, знаешь, чего не хватает? Вот когда ты оттуда вот смотришь, да, у тебя вот здесь вот очень короткий рычаг, видишь, около уха, а мне надо, чтобы он был максимально вот здесь большой. Вот ты вот здесь вот доведи, вот. В этой артистке сочетается, ну, казалось бы, несочетаемое. Это прагматизм очень серьезного человека, который просчитывает каждый шаг. И в то же время какая-то очень наивность и чистота бы большая. И это, конечно, в сочетании подчас дает невероятный результат. Партия Миничихи отличается от испанских танцев в других балетах. Очень много всеразличных пор-де-бра, которые встречаются и в сольных вариациях, и в парных танцах с миником, с партнером. Потом очень много сапутат, сложных всяких истуки в них, которые тоже, например, в балете Дон Кихот не исключаются. Очень сложные ритмические хлопки, смена гипп на сим-копы. Эта работа была интересна, познание многого нового в испанском танце. Да, еще. Вот сюда и спокойно выйдем. Тимофей, это династия. Да, династия. В свое время восторгались папой. То, что передает генетически, наверное, это самое важное. Тимофей очень интеллигентен, очень корректен всегда в исполнении. У него есть тоже такой, знаете, темперамент, я бы его называла интровертным темпераментом, когда внутри буря, да, а снаружи это все, в общем, несколько ироничная, ирония какая-то присутствует. Раз, быка останови, вот, вот, быка, морду ему посмотри совсем, да? Прямо морду ему посмотри, два, а теперь ставь и его подавляй. Без определенного настроя невозможно держать себя на том и высоком уровне эмоциональности, особенно в этой партии, потому что она, в общем-то, практически начинается с самого сильного куска, и очень эмоционального, и приходится выкладываться полностью с первых секунд появления на сцене. Конечно, это очень трудно быть, как это шутят, играющим тренером. Я очень рано начала репетиторскую деятельность, и до сих пор, находясь на сцене, безусловно, танцевать и преподавать – это очень тяжело. Я себя поймала на том, что, когда я стала активно работать как репетитор, я стала как артистка больше репетировать сама, потому что ответственность, потому что страшно выйти и станцевать хуже, чем ты можешь, потому что на тебя теперь смотрят не только зрители и трупы в кулисах, на тебя теперь смотрят твои ученики. И ты должен не только соответствовать, ты должен каждый раз задавать им тон. И нельзя тебе именно сейчас, когда ты их учитель, вдруг танцевать хуже. Еще раз, раз, два, поставила. Вот, вот, одежда вот сюда. Кристина Карасева – это один из моих новых проектов. Сейчас мы с ней работаем над партией «Мерседес». Так, как-то. Нет, все-таки тебе этот мужчина нравится, значит, ты вообще не стала думать о цветке. Ты цветок достала, и все-таки ты ему бросаешь сознанием дело. Этот цветок надо так достать, как нельзя, всю свою любовь, всю свою душу. Мы с ней разные артистки, и подминать ее под себя, и полностью отдавать свои жесты и свои эмоции, я просто не имею права, потому что у нее все другое. Психосоматика другая, у нее сила жеста другая, у нее облик другой, более изящный, нежный. Характерный танец, он довольно сложен. Это эмоции разного рода, разного характера. Где-то ты их можешь выплеснуть наружу открыто, как в цыганском танце, а где-то ты должен быть сдержан, как в «Легенде любви» или «Торадор». Потому что разные темпераменты, но без эмоций, без наполнения внутреннего, этот жанр не может существовать. «Торадор» Работа с предметом – это довольно сложно, потому что зритель не должен видеть кухню ни в коем случае. Например, вклады в «Дон Кихот», в балет «Дон Кихот». Помимо самой роли, потому что это скрытый темперамент, это определенная осанка, это подача, это ощущение себя на сцене, ощущение вокруг тебя, твоих коллег на сцене через, опять же, образы. Это одна позиция, это один момент. Когда ты работаешь с предметом, например, как плащ в первом акте «Торадор» с плащом, это уже отдельная грань, будем так говорить, которая требует дополнительного, очень большого труда. Я, например, в мастерских Большого театра просил сшить определенного размера, определенного кроя плащ из лучей. Он довольно тяжелый, килограмма три он весит. Он два метра в разлет и метр двадцать, по-моему, в ширину. Он сделан таким полусолнцем. От этого зависит полет плаща и разные всевозможные эффектные элементы, чтобы плащ не смотрелся, как, простите, тряпка, да, которую ты машешь перед разъемным быком, а чтобы это был и полет плаща, и это красиво он летел, каждый раз как можно меньше была видна работа рук, а как будто ты все время оттанцовываешь плащ, и все время ты как бы уходишь от плаща, а он дополняет движение твоего тела. Для того, чтобы стать настоящим характерным танцовщиком, помимо труда, надо, конечно, родиться. Родиться с этой наполненностью, с этой отдачей, с этим переживанием. Танец без этого никак не существует. Даже в мусах, я думаю, я вообще не объясню. Сейчас характерный танец, народно-сценический танец, не пользуется популярностью у крюков. Но, тем не менее, классические спектакли, поскольку они сохраняются, они требуют блистательного исполнения этих танцев. Школа жива, надеюсь, что такое должно произойти, чтобы это искусство возрождалось и обновлялось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова